Давайте перейдем к событиям на фронте. Уже длительное время основное внимание, понятно, приковано к Бахмуту. Уже периодически даже начинает звучать мнение о том, что вооруженные силы Украины могут выйти из этого города, но пока Украина полностью контролирует его. Как вы опишите обстановку там на сегодняшний момент? Очень тяжелая обстановка, особенно последние две недели. Россияне опять бросили все силы, которые только были. Усилили и Вагнер, то есть усилили линейными частями, подтянули определенную артиллерию. Уже вышла авиация, работает авиация российская, а штурмовики досаждают нашим хлопцам. Очень тяжело. Сам по себе укрепрайон, его оставлять невыгодно нашим войскам. Как укрепрайон? Дело не в городе, а дело именно в укрепрайоне. Это тандем между Часовьяром и Бахмутом. Два гарнизона они друг друга прикрывают. А вот оставление Бахмута или выход за Часовьяр откроет россиянам уже дорогу в сторону Дружковки, Краматорска и Славянска. Это уже будет не совсем правильно, по крайней мере. Потому однозначно будем все силы прилагать для того, чтобы удержать либо Бахмутско-Часовьярский веш, либо хотя бы Часовьярский. Часовьярский как раз под этой кряжу, на котором находится Часовьяр. Ситуация действительно тяжелая. Там работают сейчас наши руководители военные. Генерал Сырский там был, принимали определенное решение, была переброска войск для усиления. Вопрос в количестве и, допустим, в принятии решений. Может быть, однозначно, может быть, решение, допустим, на выход из Бахмута и подъем удерживания вот этого кряжа в районе Часовьяра. Хотя, еще раз повторюсь, оптимальный вариант как раз держать этот тандем. Ну, все зависит от той оперативно-тактической обстановки, которая сейчас складывается, и командиры, которые на местах, они примут правильные решения. Ну, вообще уже вот эта битва за Бахмут, она уже очень много задач решила на этой войне, согласитесь? Она ищет противника. Основная задача любой армии, первая задача любой армии, это максимальное, нанесение максимального урона армии противника. Неосвобождение территории, неосвобождение некоторых частей или наступление как таковое, уничтожение армии противника. А вот все остальное освобождение, это уже идет как следствие первой задачи. Потому в районе Бахмута так сложилось, причем это информационный капкан, российский капкан, они сами в него попали. Они к Бахмуту подтягивали все свои регулярные части, потом ЧВК, потом опять регулярку. То есть атаковали в основном живой силой. И именно в районе Бахмута мы в последнее время уничтожали самое большое количество россиян. Причем далеко за ними не бегали, они сами приходили на те площадки, на те полигоны, где их можно было удобно уничтожать. Но всему свое время, потому этот полигон сейчас, он уже чуть по-другому работает на данный момент. Выполнил он однозначно эту задачу. То есть Бахмутский гарнизон выполнил задачу. Именно Бахмутский гарнизон уничтожил самое большое количество россиян, если считать по времени работы на одной точке. Потому там ребята просто герои. А вот дальнейшее, допустим, использование этого гарнизона, ну это здесь уже будет принимать решение военное руководство. Не политическое, а военное руководство. Причем на местах. На местах виднее, как правильно себя вести. И основное то, что гарнизон удержал российские войска по направлению к Краматорску, к Славянску, к западным границам Донецкой области. То есть он однозначно выполнил свою задачу и выполняет. Вопрос еще не решен. Он выполняет свою задачу, удерживает, являясь краеугольным камнем, одним из кирпичей, основных кирпичиков всего фронта Донецкого от Угледара до Северска. Это мы еще не говорим о том, как вот эта ожесточенная героическая оборона Бахмута стимулировала наших международных партнеров к передаче новых видов вооружений. И леопарды. Все это связано, безусловно. Да, посленное, но тем не менее важное мероприятие. Если посмотреть на другие участки фронта, вот кроме Бахмута, могут ли россияне чем-то вообще похвастаться? Вот это их анонсированное большое весеннее наступление, оно похоже уже как-то даже, ну если не схлопывается, то идет как-то, ну вам не кажется, но планы Кремля по захвату Донбасса, части Харьковской области, они уже проваливаются? Нет, они еще будут пару недель, нет, нет, еще пару недель, то есть вот они сейчас выходят где-то на максимальный уровень давления, примерно в таком режиме еще пару недель они могут поддерживать наступательные действия. И Купинское направление, Сватовское направление, особенно, если считать Луганское, Харьковское, Купинское, Сватовское, Кременная, то есть эти в ближайшее время даже может там еще какое-то увеличение быть, особенно если подойдет та же штурмовая авиация, подойдет техника. Но техника подойти не может, опять весенняя распутится, она уже началась, то есть двигаться по полям там очень сложно, но с помощью авиации не могут как-то выполнять, пытаться, по крайней мере, выполнить определенные задачи по поражению наших войск. Это Луганское направление, остановлены полностью, не остановлены и разбиты российские войска в районе Угледара, там понесли практически такой мощный разгром бронетанковые группы российские, там больше полка танков было потеряно, причем две бригады уничтожены, 155-я и 40-я морской пехоты, были хорошо потрепаны донские казачки, которые кинуты были на подкрепление, уже скорее всего где-то они пешком пошли под Ростовом, их начнут вылавливать из Угледара. Потому, ну, не уменьшается однозначно, еще где-то, еще раз повторюсь, пару недель они будут, даже, может быть, как-то и с увеличением. Авдеевка будет гореть, Марьенко будет подгорать, так же самое, то есть Белогоровка, потому где-то до середины марта точно. Это вот уже к концу марта, да, тогда они уже пойдут на спад, так как не силы средств, которые могут питать такого рода наступательные действия. Редактор субтитров А.Семкин